Продолжаю свои взгляды из Украины на матчи российских команд. 20 октября 2021 года московский «Спартак» в рамках третьего тура Лиги Европы 2021-2022 принимал дома английский «Лестер». Лидирует в группе «С» польская легия, которая довольно неожиданно взяла максимум очков в первых двух турах со «Спартаком» и «Лестером», которые также довольно неожиданно пока последние с одним очком на парус «Наполе». Так что, если красно-белые побеждают, то вполне возможно станут лидерами. Матч начался с минуты молчания о трагедии, которая случилась почти 40 лет назад, 20 октября 1982 года в московских «Лужниках», когда после матча 1-16 финала Кубка УЕФА «Спартак», «Москва», «Харлем», «Нидерланды» выигранным командой «Обецкого» 2-0 с голом Сергея Швецова на последней минуте, началась давка, повлекшая жертвы от нескольких десятков до сотен. Точной печальной статистики не знает никто. Кстати, информация о той трагедии тщательно скрывалась с советскими властями. Но возвращаюсь в теперешнюю реальность. «Спартак» повел довольно быстро. «Соболев» решился на дальний удар от левого угла штрафной площади «Рикошет», и «Шмейхель» только беспомощно проводит мяч в сетку своих ворот. 1-0 на 11-й минуте. Конечно же, «Лестер» тут же ринулся отыгрываться. «Эванс», «Сююнджю», «Телеманс» и сразу же на добавке «Меддисон» имели все шансы сравнять счет. Но в одних моментах отлично сыграл голкипер «Спартака» Максименко, а в других – самоотверженность защитников или неточность самих англичан, а внуляли все их попытки забить. На 32-й минуте арбитр просто обязан был ставать пенальти в ворота «Спартака», когда Жигов во время удара «Даки» задел его ногу у своей штрафной. Игрок «Лестера» на газоне, после чего вполне заслуженно предъявлял претензии суде. Но все бестолку. Мне интересно, а где же вар-помощники? Сколько им там на лапу в России дали, чтобы таких явных пенальти не замечали?» Завершение тайма – огонь. Сначала «Ларсон» четко замкнул прострел «Мозеса» и с центра штрафной точно пробил мимо «Шмейхеля» в ворота. 2-0 на 45-й минуте. Стадион в полнейшем экстазе. Но не успели трибуны нарадоваться, а диктор объявить фамилию забившего второй гол, как Лестер тут же один мяч отыграл. Ихеначо вывел «Дака» 1-1 с Максименко, которому игрок сборной «Замбии» не оставил никаких шансов. 2-1. Так что вся борьба еще впереди. Тем интереснее будет смотреть матч. На сорок восьмой минуте после кричащей ошибки Рассказова, не первая, кстати, «Дака» расстрелял ворота Спартака, оформив дубль. 2-2. Трибуны заорали «Вперед, Спартак!» Поможет ли? Увидим. Помогло. Лестеру. И опять «Дака» не оставляет никаких шансов «Максименко». 2-3 на 55-й минуте. Как же классно вывел «Замбийца» на ударную позицию Тилеманс. Просто пальчики оближешь. Да, Лестер явно приехал в Москву за победой. Что и доказал еще раз «Дака», оформив покер. Только вот и Спартак явно не хотел проигрывать. Моменты для того, чтобы забить, были. Один из них использовал Соболев на 85-й минуте. И Шмейхель не спешит отдавать мяч красно-белым, потому что прекрасно понимает, нервов в последних минут уже не избежать. Но Лестер благодаря покеру «Дака» довел матч до победы 4-3. Набрал 4 очка и обошел Спартак в турнирной таблице. Болеем за наши команды. С вами был Саныч. До новых встреч.